Программа софинансирования пенсии начала действовать с 2007 года. Люди могли написать заявление и стать её участником. Это означало, что они имеют возможность платить от 2 до 12 тысяч в накопительную часть своей пенсии, которую государство на следующий год удваивало. 1 октября 2013 года приём участников и включение в программу софинансирования прекратилось до осени нынешнего года. Теперь внесли изменения, что до 31 декабря 2014 года можно написать заявление и включиться в данную программу. Кто может включиться в данную программу? Могут включиться люди, которые не пенсионного возраста. То есть не любой человек может становиться, а только те, кто не пенсионеры, которые не включились по какой-то причине, могут написать заявление. И до 31 января 2015 года они должны уплатить первые взносы, то есть не меньше 2 тысяч рублей, чтобы она удвоилась. В этом году появились ещё некоторые изменения, связанные с тем, что с 1 января 2015 года начнёт действовать новая пенсионная программа. Если раньше накопительная часть пенсии можно было получить на следующий год после взноса, то с 2015 года такой возможности не будет. Если человек в 2015 году положит свой взнос, то он может получить только по истечении 5 лет. Для тех, кто раньше вступил в программу и не положили в этом году деньги, они могут до 26 декабря положить не меньше 2 тысяч, и в 2015 году они ещё деньги могут себе вернуть, то есть получить обратно. Программа софинансирования пенсии будет действовать в течение 10 лет. Граждане, участвующие в ней, могут пополнять накопительную часть своей пенсии, делая взносы от минимум 2 и до 12 тысяч рублей. Через год государства удваивают эту сумму. Участвовать в софинансировании могут абсолютно все граждане, кроме военных пенсионеров. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».